Фундаментальная ошибка атрибуции. Три слова. Все звучат чудовищно. Фундаментальная и ошибка, а атрибуция вообще просто полный кошмар. Ну, если просто, атрибуция — это атрибутирование, то есть присвоение. В чем заключается фундаментальная ошибка? Фундаментальная ошибка состоит в том, что мы присваиваем другим людям или даже каким-то событиям некие ярлыки. Мы говорим, что этот человек вот он такой, например, такой национальности или такой культуры или такого пола. И после этого нам начинает казаться, что мы знаем все про этого человека. Мы, по сути дела, присваиваем ему некую сущность, которую сами выдумали, потому что сталкивались в своей жизни с таким поведением, таких, как нам кажется, людей. И, по сути дела, это становится причиной такого мощного конфликтного взаимодействия. Где-то мы можем присваивать людям, наоборот, положительные какие-то вещи. Мы говорим, что он хороший, поэтому интерпретируем все его действия как хорошие, хотя на самом деле они могли в зависимости от ситуации быть и не самыми хорошими. Люди оказываются иногда в очень неприятных ситуациях и вынуждены действовать как-то не так, как нам кажется, они должны действовать. Но нам важно понимать, что за нашим представлением о другом человеке всегда скрывается другой человек. За нашим представлением о наших событиях, явлениях и так далее скрываются какие-то реальные процессы. И простые оценки, которые позволяют нам делать после этого обобщающие суждения про этих людей, интерпретировать их поступки, исходя из наших атрибуций, какую личность мы ему присвоили, они будут ошибочны. И как с этим бороться? Помнить, что за нашими представлениями всегда есть что-то реальное. И это реальное ведет себя по-разному в зависимости от того, в каких обстоятельствах все происходит. И может быть, куда точнее смотреть на обстоятельства, в которых находится человек. Даже внутренних обстоятельствах, в которых он находится. Если он взял на себя какие-то обязательства, это для него внутренние обстоятельства. Если он испытывает чувство вины, это его внутренние обстоятельства. Если он испытывает страх, это его внутренние обстоятельства. А есть внешние обстоятельства, реально что-то в его жизни происходит. И когда вы смотрите на эти обстоятельства, вы точнее понимаете его. А если вы точнее понимаете его, вы можете лучше находить с ним психологический контакт, лучше с ним общаться, вместе с ним обсуждать что-то и договариваться о чем-то. Не вешайте ярлыки. Смотрите на ситуацию, особенно сейчас. Сейчас ситуация меняется очень стремительно и очень серьезно. И нам нужно быть максимально тактичными, понимая, что это не люди так себя ведут. Они так себя ведут в этих обстоятельствах. Не допускайте этой фундаментальной ошибки атрибуции, и право, вам будет легче. Когда вы атрибутировали людям какое-то качество, которое привело к неверным интерпретациям их поведения и действий, Если такие случаи в вашей практике были жизненные, расскажите мне в комментариях. Спасибо.